Кинологический отдел Алтайской таможни создан в 2008 году. Сегодня в нем работают 8 специалистов со служебными собаками. Они заступают на дежурство на таможенных постах края, проводят досмотры в аэропорту и привлекаются правоохранительными органами на задержание. Для собаки вся служба построена на игре. Для них это игра. То есть собака ищет искомое вещество, и по итогу, когда она его находит, получает апортировочный предмет. Для нее это игра. То есть это обычный мячик. Либо какая-то палочка. Но также в зависимости от темперамента собаки, собаки могут быть не только апортировщики, они могут быть и пищевики. То есть их можно поощрять лакомством. На службу берут собак только охотничьих или пастушьих пород. Спаниелей, лабрадоров, немецких овчарок. Потому что у них очень развитое обоняние. Призывной возраст четвероногих от 9 месяцев до 2 лет. Они проходят подготовку в учебных центрах Москвы или Анапы. Здесь каждая собака получает свою специализацию. Поиск наркотических, табачных, денежных средств, а также взрывчатых веществ и боеприпасов. Затем собак распределяют по регионам, где местные кинологи продолжают их обучать. В соревнованиях участвуют все наши специалисты-кинологи со служебными собаками по поиску наркотических, сильнодействующих веществ. Ну, естественно, мы используем в качестве искомого материала не сами наркотические вещества, а их имитаторы. На выполнение задания кинологу и его собаке дается 12 минут. Чтобы победить, нужно найти искомый предмет за максимально короткий срок. Сегодняшний рекорд – 11 секунд. Победители определят по итогам трех соревновательных дней, в течение которых собаки будут проверять легковые автомобили, багаж и продемонстрируют свое послушание. Юлия Шаламова, Денис Кузьменко, Новости.